Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Виктория, и мой друг Вася с очень крутой и стильной прической. Я очень рада, что вы сегодня заглянули на мой парфюмерный канал. Друзья, сегодня прям сразу приступим к теме данного видео, поговорим об ирисах или корне ириса в моих ароматах. Я тут недавно наткнулась на одно видео, где рассказывали, как производят эссенцию ириса, точнее из его клубней, и я поняла, насколько же это трудоемкий и сложный и долгий процесс. Но мы не будем сегодня в это углубляться, потому что в этом деле я не специалист. Я хочу вам рассказать с огромным удовольствием про, наверное, 10 ароматов из моей коллекции с нотой ириса. Обычно ирис придает ароматом такой слегка припудренно-цветочно-даже сладковатый слегка тон. Бывает, что есть немножко даже такой землистый потон, благодаря корню ириса. Эта нота дает аромату особенную женственность, утонченность, элегантность, какую-то такую, знаете, даже грациозность, я бы сказала. И всегда, когда я думаю об ирисовых ароматах, я всегда почему-то вспоминаю бренд Герлен. Вот даже их знаменитые метеориты косметические для закрепления макияжа, они, конечно, больше фиалковые, но там тоже есть такой потон ирисовый. Они очень приятные, я им пользуюсь, я их просто обожаю. Друзья, давайте сразу и начнем. Мне эта нотка сейчас очень сильно нравится, вот эта вот такая припыленная, суховатая, припудренная нотка ириса. И я это поняла только тогда, когда снимала видео для вас с фаворитами ароматов за октябрь. И девчонки написали, да, Вик, будет очень интересно посмотреть твою подборочку ирисовых ароматов. Без проблем, выполняем. Итак, друзья, приступим. Итак, первый аромат у нас сегодня такой. Это бюджетный бренд из L'Etoile, Just Essence. Аромат называется Smile for No Reason. Отличный слоган, сейчас в осенние серые хмурые дни он нам очень пригодится. Очень классный, приятный, незамысловатый, несложный, тихий, припудренный, цитрусово-ирисово-зеленый аромат. На старте очень классные, яркие, позитивные цитрусы, даже, ну, что такие слоговато-кисловато-терпкие. Припудренный, нежный, тихий, такой благородный ирис. Там есть какая-то зеленца еще в сердце, возможно, там есть полы, но нет, не горечь, а именно такая вот зеленца приятная. И очень спокойная амброво-мускусная база, возможно, какие-то еще деревяшки есть. Очень классный, приятный аромат, идеальный вариант на каждый день. Он не привязан ни к какому времени года, ни к возрасту, ни к событию в вашей жизни. Просто хороший вариант на каждый день. Мне он нравится, иногда пользуюсь. И, кстати, очень прикольный такой нежный, пастельный, какой-то сиренево-лиловый цвет у флакончика. Мне нравится. Еще один бюджетный аромат из Ле Туаль, это G-Art Collection Evoque. Ношу этот аромат в основном только осенью и зимой. В теплое время года он мне совершенно не подходит. Но, как видите, достаточно активно наношу при моей большой коллекции. Это уже аромат посложнее. Здесь наверняка делали закос на что-то. Я слышу очень много такой густой, томной зелени. Она такая даже немножко пожухлая, как будто вот листва. Из осеннего леса, который берешь в руку. Она такая немножечко, да, уже такая пожухлая, коричневая. Я слышу здесь ирис совместно с геранью, с припылено-цветочным медовым илангом. Роза здесь есть такая крупная, маслянистая, крупная, большая, бордовая. Два раза крупная, я сказала, да? Ирис немножечко с землистыми оттенками, аккордами. Но я люблю такое, мне нравится такое направление. И ванильно-мускусно-древесная база. Я бы сказала, нуарный аромат, такой какой-то даже слегка готический, минорный. Но, конечно, здесь уже у нас вариант не на каждый день, но он красив по-своему. А это настоящий, такой красно-алый красавец. Как я его люблю. Это Нарцисса Руш, парфюмерная вода. У меня целых, по-моему, 90 миллилитров, да? Я ничего не путаю. По-моему, здесь у нас... А, нет, друзья, ошибаюсь. Здесь у нас 50 миллилитров. Как же я его люблю. По-моему, его тоже создала Соня Констант, если я ничего не путаю. Ну, я точно помню, что этого аромата огромная такая богатая база. Пирамида, извините. Ну, я здесь в основном слышу, конечно же, вот этот вот такой бодрящий, такой яркий, мощный, такой кричащий, нарциссовский, знаменитый мускус. Болгарскую розу. Тихий, припудренный, очень такой нежный, легкий, воздушный ирис. Белые цветы. И в базе много-много различного дерева. И что-то такое суховатое. Скорее всего, это ветивер такую нотку мне дает. Классный, конечно, аромат. Он очень яркий, он запоминающийся, он даст вам вот такой, знаете, заряд бодрости, уверенности на весь день. Я бы с таким ароматом побежала бы за девушкой в толпе, ну, образно, да, я, конечно, фантазирую, вряд ли бы я так сделала в реальной жизни, но я бы точно его отметила на девушке. Я подумала, боже, как от нее классно и ярко, и так вот сексапильно пахнет. Я тоже там хочу пахнуть. Очень крутой аромат. Ну, просто это крышесносный аромат, я бы даже сказала. Я его люблю всей душой. Кстати, до сих пор не пробовала версию туалетной воды. Напишите, как она вам. Я думаю, она более тихая, более спокойная. Ну, вот это вот яркий, взрывной, ирисовый, мускусно-розный, белоцветочный, древесный, красавчик. Слушайте, а там еще есть же бобы тонко, да? Такой какой-то тягучий сладость в базе дают они. Наверное, там еще бобы тонко. В общем, это круто, это прекрасно, я его обожаю. Ирис здесь очень тихий, спокойный, такой легкий, именно в сердечных нотах. Двигаемся дальше. Аромат номер 4. Это арабская копия на знаменитую молекулу Эсцентрик 02. Друзья, это восточный бренд Мейсон Алхамбра. Если вам интересно, прям вот полноценное, эмоциональное, как всегда, мое мнение посмотреть, то есть отдельный обзор на данный аромат. Мне он очень нравится. Очень-очень-очень нравится. И мне не нужна никакая оригинальная молекула. Меня полностью устраивает вот этот восточный красавец. Я его обливаюсь с ног до головы. Закончится куплю обязательно еще раз. Всем рекомендую познакомиться с отливантиком. Стоит он ну рублей 200-250, возможно. Называется он смешно. Моноклайм 02 Эд Эссенс Мейсон Алхамбра. Я считаю, что это один из самых идеальных и прекрасных вариантов из ароматов на каждый день. Его можно надеть куда угодно. На работу, в ресторан, в поликлинику, на прогулку с ребенком, в магазин. Даже я бы в театр его надела, честно говоря. Я слышу здесь, конечно, молекулярность. Ну, с этим молекулом я особо сильно не дружу. Я вам расскажу, как я его слышу. Это ирисовый. Очень такой тихий, спокойный, нежно обволакивающий, уютный женственный аромат. Тончайшая нота припудренного, такого прям вот натурального ириса. Очень тонкий. Я бы сказала, что это такой аромат даже для двоих. Я бы его надела на первое свидание, точно. Это интимный аромат. Он обволакивает, он какой-то прям вот кокон образует вокруг вас. Это очень нежно, и это тонко. Он хрустально-чисто. Я бы даже сказала, что он свежий, хотя он еще и фиалковый. Он молекулярный, конечно же. В любом случае, в молекулярных ароматах каждый услышит свое. Однако же я точно знаю о таком факте, что некоторые вообще не слышат молекулярный аромат. И говорят, а здесь чем-то пахнет? Здесь же ничего не пахнет вообще. Такое тоже бывает. Еще один прекрасный, просто прекрасный аромат. Я не знаю, уже вы посмотрели отдельный обзор про него или нет. Не знаю, когда эти видео будут выходить. Но я точно сделала отдельный обзор на аромат шейк. Это номер 477. Это у нас с вами аналог на молекула плюс ирис. Друзья, опять же, после такого крутецкого аналога мне не нужна оригинальная молекула. Я не буду тратить на нее свои финансовые средства. Я лучше вложу их в другой аромат или во что-то еще более полезное. Очень крутой аналог. Но он такой, знаете, мысленистый. Я думаю, не будет ли он следы на белой одежде оставлять? В общем, будьте с этим, конечно, поаккуратнее. Сначала проведите за тест. А здесь корень ириса. И он здесь такой прям вот припудренный, припыленный, суховатый, молекулярный, конечно же. Я даже какие-то нотки фиалочки здесь слышу. Фиалка, конечно, здесь не заявлено, но это, видимо, такая вот припудренность мне еще и фиалочку выдает. Но корень ириса в данной вариации мне еще дает сладковатую, такую мягенькую, вареную морковочку. Но она здесь настолько классно звучит, что мне это не торгает. Мне нравится эта вот эта вареная морковочка, которую мы рубим перед Новым годом в салат Оливье. Кстати, я считаю, что салат Оливье самый офигительный салат в мире. И мои дети тоже так считают. Напишите, что думаете вы. Но, по крайней мере, салат Оливье у меня на любом застолье улетает в первую очередь. Всегда. Открытие с этим. Итак, это мускусный, пудровый, фиалковый, ирисовый, немножко землистый молекулярный аромат. Очень крутой. Для меня это тоже очень хороший вариант на каждый день. И когда я беру вот эти ароматы, вот эти, я вообще не думаю, как я выгляжу, как я одета, что на мне, куда я иду, как я сегодня проведу свой день. Я просто их на себя наношу и бегу дальше по своим важным делам. То есть, это универсальные солдаты для меня, универсальные ароматы. Следующий аромат из сетевой парфюмерии. Он классный. Я не знаю, почему при нем так мало говорят, но, может быть, мало любителей почулевых ирисовых ароматов на просторах YouTube в парфюмерном сообществе. Но мне он очень нравится. Это Эйвен. Друзья, называется он Her Story. Смотрите, как прикольно. Вот тут палочка выполнена в красном оттенке. Это очень круто. Мне нравится. Кстати, слушала его фланкер в розовых красных оттенках. Вообще не впечатлил. Ну, просто вообще именно у меня. Не понравился ничем, ни одной нотой. Этот понравится аромат тем, кто любит связку ирис плюс почули. Я слышу здесь такой достаточно мощный, настырный, перченый старт. Это цитрусы сладкие и терпкие посыпали перчиком. Потом добавили ирис припыленный, сухой, конечно, припудренный. Есть такая приятная, не отталкивающая меня, горьковатая нотка. Какая-то такая суховатая, горьковатая нотка. И очень сильные, мощные, яркие почули. Прям такие почулистые почули. Много разных смол. И, возможно, еще деревяшки положили какие-то другие. В общем-то, это очень по-осеннему. Это даже, я бы сказала, немножко так монотонно. Ирис плюс почули в основном, плюс перчик. Я слышу в основном из ярких нот. Это не позитивно, это не бодро. Это очень тихо, спокойно. Больше для таких вот спокойных, уютных осенних вечеров. Ну, круто. Кстати, здесь даже технические характеристики очень даже меня радуют. Очень неплохой вариант. Познакомьтесь с пробником. Еще один прекраснейший представитель. Эйвен. Я вот сегодня думала, какой же у меня самый любимый аромат из линейки Artistic Parfumers от Эйвен. Я не могла выбрать либо почули, либо ирис. Они оба хороши. Они оба невероятно крутые красавчики. В слепом затесте я бы сказала, что это либо тяжелый люкс, либо что-то ближе к нише. И это много цитрусов, много свежей, летящей, притягательной зелени, посыпанной перчиком. Здесь все более округлое, женственно, легко, более нежно. И красиво. Очень красивый аромат. Прям вот классный. Не скажешь, что это сетевая парфюмерия ни за что. Я слышу здесь цветок ириса. Такой свежий, красивый. Вот он на клумбе у меня распустился. И рядышком растет розочка и другие белые цветы в своем самом красивом летнем цветении. Далее аромат усиливается, усиливается, становится более мощным, таким даже более грубоватым, что ли. И в базе я слышу много спокойной ванили, много теплой амбры и древесной различной аккорды. Классный аромат. Он тихий, он более округлый, он женственный, более мягкий и такой вот прям, знаете, облагораживающий. Классный аромат. Под него бы я тоже не стала подбирать ни образ, ни макияж, ни то место, куда я планирую пойти. Просто прекрасный, хороший аромат. Да, этот аромат не такой бюджетный, как другие от Avon. Но на скидках можно поискать и посмотреть. Хороший вариант, мне нравится. Еще один классный аромат с нотой ириса это Дженнифер Лопес. Моя любимая Дженнифер Лопес. Аромат называется Стил. Я очень уважаю Дженнифер Лопес и Шакиру. Я вам уже об этом говорила, потому что я считаю, что в их возрасте вот так вот крышесносно выглядеть, вот так вот потрясающе безупречно выглядеть, это круто. Конечно, там потрудились и косметологи, и стилисты, и визажисты. Но у человека прекрасная фигура, отличная кожа, плюс генетика, конечно же. В любом случае, это колоссальный, огромный труд, я так считаю. Так, это не такой простой аромат, как кажется на первый взгляд. Вроде бы такой спокойный, вроде бы женственный, но когда он начинает раскрываться, я улавливаю столько интересных, необычных нот в нем. Это чайный аромат, это перчоный аромат, цитрусовый слегка, максимально белоцветочный в сердце. Итак, для меня это чайный аромат, цитрусовый, фруктовый, максимально белоцветочный, розный, ирисовый, перченый слегка мускусный, амброво-древесный аромат. Очень классный, мне он прям вот понравился. Хотя, изначально, когда он ко мне пришел, как-то мы с ним не сразу подружились. Очень женственный аромат, уверенный в себе девушке. И вы знаете, он такой имеет какой-то свой стержень. Я могла бы сказать, что он похож на другие ароматы, но нет, у него есть свой характер. И это мне в нем очень нравится и одновременно привлекает. Круто! Если любите зеленые ароматы, белоцветочные, перченые, ирисовые, женственные ароматы с характером, присмотритесь, стилы Джейнфер Лопес, отличный вариант. И, пожалуй, напоследок два аромата, таких вот прям самых, наверное, ярких, что ли, которые особенно как-то заякорились в моем сердечке. Один тот, который почти закончился, а второй стоит, как крыло самолета. Просто мне он нравится, я вам хочу о нем рассказать. Так, первый это Прадо Ирис. По-моему, у меня еще вот та версия, которая Прадо Ирис Инфьюжн, что-то такое, 2015 года. Друзья, ну это, я не знаю, это вот самый-самый красивый ирис в люксе. Он такой здесь классный, он приправлен нежнейшими, белоцветочными нерали, сладкими цитрусами. Ирис, именно здесь цветок, свежий цветок ириса, красивый такой. Фиолетовый, сиренево-лиловый, с желтыми тычинками. Круто. Просто я, когда вдыхаю этот аромат, я вспоминаю столько замечательных, ярких, прекрасных моментов в моей жизни. Я не знаю, я просто обожаю этот аромат. Здесь, конечно, еще есть очень притягательные, теплые смолы. Бензоин, возможно, очень красивый, максимально женственный, элегантный, утонченный, прекраснейший аромат. Но вы знаете, я не буду его повторять, я не буду его даже искать, потому что я понимаю, что наверняка этот аромат сейчас сложно найти. Я, в принципе, неплохо заменяю вот этим ароматом, который молекула плюс ирис, аромат от Прада. Это абсолютно не аналоги, не близнецы, не братья, никто. Это никто друг к другу вообще. Но лично в моем случае я нахожу вот этот вот ирисовый экстаз, можно так сказать, ирисовый катартиз, именно здесь. Меня это устраивает. И, друзья, еще один аромат, завершающий данную подборочку, это Эксниило Ирис Порселана. Прекрасный аромат. Конечно, если бы он так дорого не стоил, он точно был бы у меня, потому что здесь прекраснейший, свежайший, такой фиалковый, ирисовый аккорд, который меня так и манит к себе. Здесь я хорошо улавливаю параллель между Ирис Порселана, между метеоретами от Герлен. Они очень похоже пахнут, припудренные, фиалковые, ирисовые. Помимо всего прочего, конечно, здесь есть нежнейшая майская розочка, мускус и древесные аккорды. Классный аромат. Он тихий, но не такой простой, как кажется на первый взгляд. Он прямо вот как-то манит меня к себе, очень хорошо скроен, наверняка здесь очень профессиональный, хороший парфюмер потрудился, мне он понравился. Ну что, мои дорогие друзья, я очень надеюсь, что подборка из 10 ирисовых ароматов в разных его вариациях, в разных форматах, вам пришлась по душе. Напишите, с какими ароматами вы знакомы, что думаете о них, напишите, с чем и с кем хотели бы познакомиться, и какие любимейшие ирисы есть в вашей коллекции парфюмерной. С удовольствием с вами поболтаю о том, о сём в комментариях. И увидимся с вами совсем скоро. Я вас целую, обнимаю. Хорошего вам дня. Не болейте, пожалуйста. До свидания. Пока-пока.